По бюджету высказались уже все, хотя я был одним из немногих, кто смог дождаться 4 утра по Киеву для того, чтобы посмотреть его принятие. Только что проснулся, и такое чувство, знаете, легкости. У страны есть бюджет. Значит, все будет хорошо. Ну и теперь пара слов по этому бюджету. По выступлениям мне понравилось. Вот, допустим, Юрий Луценко. Наш уряд был обраны надто недавно, и мы маемо зважить на его неготовность внести досконально выверенные месяцами работы аппарату документы. Тому фракция блоку Петра Порошенко просит усих закрепить сегодняшний день позитивным голосованием. В логике Юрию Витальевичу не откажешь. Мы имеем новый Кабмин, но они не могли профессионально ничего подготовить. То же самое, что сказать. Смотрите, у нас здесь новый хирург, он не успел хорошо подготовиться, набить руку. Ну, поэтому давайте ляжем так, да и пусть режет. Ну, слово наконец-то дали оппозиционному блоку, и оппозиционный блок в своей манере рассказал о том, что это геноцид. Ну, в общем-то, правильно рассказал. Тут не поспоришь. Вы знаете, этот зал видел разное, но не видел такого, чтобы голосовали за бюджет, как сегодня правильно сказали, малую конституцию Украины на следующий год, без того, что мы на руках не имеем этого документа. Решили сократить затраты на людей в нашей стране. И вы должны понимать, что после этого бюджета геноцида может случиться так, что некому будет защищать людей в Украине, и некому будет у нас бороться за нашу независимость. Всегда после выступления оппозиционного блока надо запускать на сцену клоуна Ляшко. И клоун Ляшко в доступной селяном манере расскажет о том, что вы вкрали гроши, это вы все украли, Янукович верни миллиарды. Ну, все по схеме. Вы уже так краину рятували, что мы Крым втратили темчасово. На Донбассе война, гинут мирные граждане, гинут наши військовослужбовцы, и все через вас. Отдайте вкраденнюю банду Януковича миллиарды до бюджета. Не будет бюджета, не будет защища Украины, не будет грошей на армию. Ну, самое главное это армия, милитари страна, а то, что там будет с пенсионерами, детьми инвалидами, это дело десятое, слово взял внефракционный Береза и сказал очень логично, что мы на руках его не имели, мы не видели бюджет. То есть, а что сделал Яценюк? Он озвучил там некоторые правки, а некоторые не озвучил. Он озвучил выборочно то, что поменяли, а то, что не поменяли в этом ужасающем бюджете, он не озвучил. Березов сказал разумную вещь. Так вот, мы все готовы, господин Яценюк, проголосовать за бюджет. Покажите нам бюджет, и мы за него проголосуем. Покажите нам его сюда, дайте его нам в руки. И самое главное, сколько не говори халва, сколько не говори халва, во рту слаще не станет. Друзья, друзья, я просил бы вас, я просил бы вас фиг занять. Видите, как показал бюджет на лоха. Смотрите, вот это вот бюджет. А теперь голосуйте, страна в опасности, давайте быстренько. Ну, спикер вел себя, как на аукционе. Так, давайте, давайте, выносится лот, лот, бюджет, бюджет принимается всего раз в год, хороший бюджет, там, с разными поправками, но это лучший бюджет, давайте, давайте, все собрались, давайте, раз, два, три. Закон про державний бюджет на 2015 рік. Прошу голосувати за, в другом читані і в цілому, прошу голосувати, шановні коллеги. Закон про державний бюджет з поправками прем'єр-міністра України ставлю на голосування. Прошу всіх підтримати. Ми знаємо, наскільки це є відповідальне. Голосуем. Яйця! Папа, калюча! Двісі трейсі трейсі не прийнято. Я всіх піввітаюся! Вот і все. Документ, по которому страна буде житт целий год, принят. Все. После этого, понятно, можно спеть. Вообще наш парламент отличается пивучестью. Суровые годы уходят, борьбы за свободу страны, за ними другие приходят. Обратите внимание, как вышивает народный депутат. Двісі трейсі трейсі не прийнято. Двісі трейсі не прийнято. Папа. Продолжение следует...